Продолжение следует... 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 И он всю ночь кричит, ну что, ребята, дошли вперед, а ему пошевелиться нельзя, делаю перевязку, еле дружу, чтобы не зареветь, а он мне, спасибо, сестричка, и протягивает в руке что-то маленькое, металлическое. Я посмотрела, скрещенная саблей в ружье, зачем отдаешь, спрашиваю, а он мне в ответ, мама дала, сказала, что он спасет меня, но он мне уже не нужен, может, ты счастливее меня, а другой позовет, сестричка, у меня нога заболела, а ноги нет, А вот больше всего я боялась носить мертвых, ведь он под ими простой, и он на тебя смотрит, я возьму и глаза прикрою. Павлить мне с пистом с двума до хруста, от ромола, от попа, от дна, ты должна одноваться и грустным, проскочить по настрелам, должна, ты должна, Хоть висеться едва ли, хоть висеть, обстрелять на пасть, даже танки, они же не сдали, трех рукава, это кохот, горят, ты должна, висеться, притворяться, ведь самой, что не слышишь ночи, как почти безнадежно, сестричка, Люди не хотели умирать, а мы на каждый стон отзывались, на каждый крик, меня один раненый как почувствовал, Я думал, что он умирает, вот так это плечо ухватил, обнял и не отпускает, ему казалось, что если кто-то возле него рядом, то от него жизнь не уйдет, Он просил, еще бы пять минут пожить, еще бы, да, некоторые умирали неслышно, потихоньку, Другие кричали, не хочу умирать, ругались, один друг запел, запел песню, вот человек умирает, да все равно не думает, не верит, что он умирает, Вот, вот он лежит мертвый, и на лице какое-то удивление, вот он лежит, как у нас, как стою, неужели я умею? Глаза закрою, все снова перед собой вижу, и я тоже, и я, вот, снаряд попал в склад с боеприпасами, вспыхнул огонь, да, А солдат стоял рядом, он охранял склад, и его всего опалило, это уже был черный кусок мяса, Он только прыгает на одном месте, все растерялись, а я схватила простыню, подбежала к этому солдату, Накрыла его, вот так, прижала его к земле, он покидался, пока не разорвало сердце, и затих, А тут снова бой начался, я, кстати, не раненых выносила, их оружие, последнего подмазла, А у него рука вся перебита, болтается на жилу, ему нужно срочно отрезать руку, А у меня нет ни ножа, ни ножниц, и я, понимаете, зубами перегрызла, запитновала, Питую, а раненый, скорее, сестричка, я еще повоюю, горячка, говорила. Здравствуй, папка, ты опять мне снится, только в этот раз, но на войне, И немножко даже удивилась, до чего ты прежний был, во сне. Прежний, прежний, ну такой же с мамой, точно не видались мы два дня, Ты побежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня, Мама будто плачет и смеется, а я вижу и висну на тебе, Мы с тобой начали бороться, одолела я тебя в борьбе, А потом даю тебе два осколка, что нашли недавно, по вороту, Говорю тебе, оскарый елка, ты приедешь к нам на Новый год? Я сказала, тут же и проснулась, как случилось это, не пойму, Осторожно к стенке прикоснулась, в удивлении глянула тебя, Тьма такая ничего не видит, лишь круги глаза этой тьмы, Ты чего же, я сделаю себя билой, что с тобой мы расстались мы, Папа, ты вернешься невредимой, ведь война когда-нибудь пройдет, Миленький, голубчик мой, родимый, знаешь, правда, скоро Новый год, Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вас не болеть, Я тебе желаю, прижелаю, ну, скорее, вошеду, одолеть, Чтобы они наш край не разрушали, чтобы как прежде можно было жить, Чтобы они мне больше не мешали, а внимательно тебя любить, Чтобы над всем таким большущим миром, днём и ночью, весёлый свет, Поклонись бойцам и командирам, передай от меня привет, Пожелаю всякую удачу, пусть идут на немцев день и ночь, Я пишу тебе и в честь не плачу, это так, Я люблю счастье, твоя дочь, твоя дочь. Я не люблю военных игрушек, детских военных игрушек, Танки, автоматы. Кто это придумал, мне переворачивает душу, Я никогда не покупала и не дарила детям военных игрушек, Я всё помнила, я ничего не забыла. На втором белорусском ещё проражал на пише, Шёл к закану короткий, последний тековыйский день, Сухарями в землях кростили голодные мыши, Прибежавшую к нам из сожжённых дотла деревни. На вагонию ночью я в третий раз на фронте встречала, Показалось, в конце не предвидится этой войне, Захотелось домой, поняла, что свертельно устала. Виновата затихье, совсем не до грусти в огне, Показалось могилой землянка в четыре наката, Умирала печурка, под ванник забрался мороз, Тут влетели со сменой изродные разведки и ребята, Так, чего ты одна, и чего ты повезла нам? Вышло с ними на волю, на злой ветерок из землянки, Показалось, на небе ракетой сгорела звезда, Прогревая моторы, ревели немецкие танки, И порой миномёты парили не знало куда. А когда с полутьмой я взвылась мало-помалу, То застыла, не веря, пожарами освещена, Горделиво и скромно красавица ёлка стояла, И откуда взялась среди чистого поля она? Ни игрушка, ни ны, а натертые кейсы блестели Без дубанок с тушенкой трофейный висел шоколад, Руковицами трогая лапы, замёрзшие ели, Я сквозь слёзы смотрела на сразу притихших ребят. Дорогие мои, Тартаньян, злотный разведка, Я люблю вас и буду любить вас до смерти всю жизнь. Я зарылась лицом во седетство, пропавшие ветки, Вдруг опал от налёт, ещё до команды ложись, Конт-атака прогрелся гитарную сумку осколок, Я пьянтую ребят на взбесившемся чёрном снегу. Сколько было потом, новогодних, сверкающих делок, Их забыла, а этот забыть не смогу. Больше, чем умелеть, мы боялись предать. Когда меня арестовали, я поняла, что настало время мук. Ужас! Плохо помню первый допрос. Кажется, не кричала. Потом на допросах теряла чувство боли. И уже в камере понимала, что вся я одна рана. Но выдержать, выдержать, чтобы мама узнала, Что я умираю человеком, никого не предала. Мама! А вы помните, что у нас в камере была маленькая окошка? Нет, 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 кошка, маша дырка. Не надо было, чтобы кто-нибудь тебя посадил, И тогда ты увидишь не кусочек неба, а кусочек крыши. Вот, Аня, вся избитая, вся в крови попросила, чтобы ее подсадили. И когда мы ее подняли, она говорит, Девочки, там цветок, и тогда каждая стала просить. И меня, и меня тоже. И откуда у нас силы вселись помочь друг другу? А то было дуванчик, и мы стали следить за ним каждое утро. И когда Аню уводили, и мы понимали, что на расстрел, Она только попросила. Девочки, достаньте воды, полейте цветок. Если в начале войны многие говорили о доме, о родителях, То в последние месяцы войны Каждую из суеверия избегал этих разговоров. Страшно ли было умереть? Конечно, страшно. Я до сих пор не верю, что я живая осталась. И ранена, и катушенная, но целая. Понимаете, я целая осталась. Глаза закрою, все основы перед собой вижу. Разве я найду такие слова? Лев, о том, как я стреляла, я могу рассказать. А о том, как плакала? Нет. Это останется невысказым. Да, это останется невысказым. На войне кто о чем мечтал? Вот кто-то домой вернулся. Кто дойти до Берлина. Берлина. А я, девочки, об одном загадываю. Дожить бы до 18 лет. До дня рождения. Чтобы мне исполнилось 18 лет. Почему-то страшно было вылететь раньше. Не дожить даже до 18. Ходила я в брюхах, в пилотке, всегда горбанной. Потому что всегда на коленях ползешь. Да еще и по тяжести раненого. Вот мне не верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти. Это мечта была. Когда, забыв присягу, повернули в бою два автоматчика назад. Догнали их две маленькие пули. Всегда стрелял из промаха. Комбат упал в память, нушил в землю грудью. А он, шатаясь, побежал вперед. За этих двух лишь тот его осудит, кто никогда не шел на пулемет. Потом в землянке полкового штаба, бумаги молча взяв у старшины, писал комбат двум бедным русским бабам, что смерть их раба, память с ней. И сотни раз письмо чертая людям, глухой деревне, плачущая мать. За эту ложь Комбата кто посудит? Никто его не смеет осуждать. Маму свою я помнила, молодой, а встретила меня старушка. Ей сказали, что дочка приехала. Она высадила на улицу, руки острыла и бежит, и я его к ней. Она не допишала, как я упала на петлю. Мне надо упала. Целую, целую, целую маму. И такая ненависть. Мамы там за все, и за это тоже. Самое страшное, что маленький мальчик без мамы остался. Маму убили. А он сидит на дороге, возле, возле мёдра и мазы. Он же не понимает, что её уже нет. Он ждёт, когда она возьмётся. Больше выстрел, чем это, я не видела. Не видела. Не видела. Зашли до Берлина. Расписались на рейстаге. Мы пришли сюда, чтобы убить войну. Да, мы пришли сюда, чтобы убить войну. Да, так и написали. Жутко вспомните, каким кошмарным был первый марш. Я готова была совершить подвиг, но не готова была месе 35-го размера носить 42-й. Да, это так некрасиво, так тяжело. Да, некрасиво. Стоял на станции эшелон с ранеными и эшелон с лошадинами. И вот началась бомбёжка. Мы стали открывать районы, чтобы они уходили, а они все бросились спасать горящих лошадей. Страшно было, когда раненые люди кричат, но когда ржут раненые лошади, это жутко. И никто не побежал в лес, а все бросили спасать горящих лошадей. Несмотря на страшную войну, люди не озверели. Это потрясает больше всего, потому что в то время это было так мучительно непросто. Войну очень надо быть. Глаза бойца слезами мяльпы. Лежит он напружиненный и белый. А я должна приоружить мяльпы, с него сорвать, а не в держении. Смелость, а не в держении. Так учили нас одним движением, только в этом жалость. Но, встретивши целый глядок страшный глаз, я на движение это не решалась. На пир, я щедрой пир, я слила, стараясь облачить его без боли. А феншерица становила зла и повторяла горе вместо того. Так с каждым церемониться беда. Да и ему лишь прибавляешь муки. Но раненые митили всегда попасть в мои мягкие ценные руки. Не надо рвать приоруженные бинты. Когда их можно снять, это все тебе с болью. Я это поняла. Поймешь и ты. Как жалко, что на руки доброты нельзя по книжкам научиться в школе. Я никогда не забуду, как было со мной в Сталинграде. Тащу я двух раненых, тащу их по очереди. Тяжелые раненые истекают кровь. И вдруг обнаруживаю, что тащу одного нашего и одного немца. Я была в ужасе. Там наши гибнут, а я немца тащу. Что делать? И уже близко осталось тащить. И я понимаю, что если я его здесь оставлю, он истечет кровью и через несколько часов умрет. И я продолжила тащить их обоих. Я не перестаю удивляться сама собой. Это же самые страшные бои шли. Самая страшная война шла. Я когда немцев мертвых видела, я радовалась, чтобы их столько побили. Была счастлива. А тут я мать, я женщина, и я мир спасала, я жизнь спасала. После войны так долго нельзя обривить, что не надо бояться неба. пусть ничего не будет, только пусть будет мир, только мир. Мы же этот мир спасали. Можно ли было победить народ? Женщина заставила самую тяжелую чат, тащила с поля боя, из вальмора минувая, и чужого солдата. Женщина мир спасала, жизнь спасала, на носилках, около сарая, на краю отбитого села, санитарка шепчет, умирает. Я еще ребята не жила, и бойцы вокруг нее толпятся. Не могут ей в глазах подавить. 18, это 18. не ко всем не умолено смерть. Через много лет в глазах живи и войны. Что в его глазах устремлены? Он плеск замен, колыхание дыма. У строга крылья без страны войны. Строгнет он этот дед кокошку. Да курить подожж на ходу. Подожди его жена немножко. 41 он сейчас в году. Так где возле черного сарая? На краю отбитого Мирла! Поклонимся низко ей до самой земли. Поклонимся все ее великому милосердию. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ